Приветствую вас. В грузинском порту ПОТИ прошла церемония закладки капсулы. Казахстан в грузинском порту построит новый терминал, который будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. В текущем году россияне могут попасть в Грузию тремя способами. Первый и самый быстрый – это перелет. Прямое сообщение предоставляют авиакомпании Georgian Airways, Ural Airlines, Aeroflot и SM. Стоимость прямых рейсов из Москвы в Туэлисси в один конец составляет около 36 тысяч рублей. Чуть дешевле обойдется с пересяткой в Сочи или Ереване – от 17 до 26 тысяч рублей. Но добираться придется дольше, вместо привычных трех часов. Чтобы сэкономить, можно ехать на машине, но дорога займет более суток. Расстояние между Москвой и Туэлисси на автомобиле составляет около 2000 километров, а по прямой – 1650 километров. На бензин уйдет порядка 8 тысяч рублей. Выехать из Москвы удобнее всего по платной трассе М4 Дон и двигаться все время на юг до пересечения с трассой Р-217 «Кавказ». Пересечь пограничный пункт КПП Верхний Ларс. Проезд через Абхазию невозможен. Самый бюджетный вариант – это поездка на автобусе. Дорога между Москвой и Туэлисси займет около 30 часов и обойдется около 7500 рублей. Можно совместить перелет и поездку на автобусе. Долететь из Москвы до Владикавказа стоит 6-8 тысяч рублей. Гражданам России необходимо иметь загранпаспорт. В случае поездки с детьми ему необходимо оформить свой загранпаспорт и взять свидетельство о рождении. Для въезда в Грузию виза россиянам не требуется. После пересечения границы они могут находиться в стране до одного года. Вчера Грузия отметила народный праздник Дидгороба. Более 900 лет назад, 12 августа 1121 года, грузинский царь Давид Ахмашинебели, строитель, одержал победу в Дидгоробской битве над армией турков-селджуков. Освободил Туэлисси и провозгласил его столицей страны. Удачи всем вам!